было небольших самых компаний там у нас тут есть порог входа хочешь плачить небольшие объемы которые нужно перегонять тебе нужно там 100 рублей в день плачешь 100 рублей тебе нужно покупать огромное железо со всеми как бы этими лицензиями которые доступны только крупным компаниям порог входа он очень низкий и динамичный как бы вот это самое важное потому что эти технологии раньше были доступны только крупным компаниям банком операторной связи тогда а здесь неважно что 50 тысяч по интернет-каналу сейчас не скажу просто я уже как хочется ответить как в рекламу проспекте мерседес достаточно да то есть это про 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 мощность как это не скажу у нас два канала у меня не было проблем плюс вы понимаете в чем проблема в чем скажем так не применимость на этом вопрос у нас только в москве порядка 10 площадок везде ситуация с каналами разная вот есть допустим небольшая площадка на кранштадтском бульваре исторически у нас там допустим там у нас очень много там 30 мегабит потом мы находимся в техниках есть на основной площадке у меня заходят два канала не буду ну явно там не буду 200 знаете все остальные раз один критичный фактор который нас ограничивает 16 гигабитка еще буквально несколько лет назад стоило 5 миллионов в год причем то есть как бы для геональных вузов софет уходить в облака он имеет еще ряд интересных последствий которые начинают вносить тяжелые сервисы реально тяжелые все ложится сейчас слабого мушки на 2 гигабит 2 гигабита станут чуть подешевле вздохнули да но загрузка вот сами понимаете да и это как бы не мусорный трафик у нас исходящий растет и все остальное то есть вот как важный момент по поводу ухода облака смотрите я первое я предостерегаю всех вот массовые переходы облака это первое то есть переходить в облака там надо где нужно быстро дать результат это скорее всего это тем то с чего начал Олег это стартап активности когда надо быстро попробовать какой-то онлайн сервис это один из вариантов второй вариант когда основной трафик у вас я не понимаю тут в чем проблема те примеры которые я приводил они как раз направлены снижением внутреннего трафика онлайн образования онлайн образование я наоборот сюда не гоню я гоню книги а количество трафика из университета до Яндекса оно будет не критично большое поэтому здесь основной трафик у меня будет находиться там исключения опять же есть если у вас основной контингент студентов живет в общежитии которые вы заплачиваете интернет да тогда тогда у вас то что мне подсказывает что они будут тоже заходить на этот портал своего мобильного телефона а не через ваш канал связи потому что наоборот разгрузят свой канал ну более того мы таким образом не успеем гранты разыграть Алексей мне кажется к вам просто последний вопрос по дополнительному профессиональному образованию я так понимаю мы сейчас вы говорили сейчас о высшем образовании как реализованы курсы дополнительного образования повышение квалификации переподготовки есть ли они в дистанте и реализуете ли вы их через собственную платформу или отдали точно так же в обык смотрите первое вы прям затронули по больному почему потому что у меня основное противостояние которое было внутри мы не хотим ничего размещать в Яндексе пожалуйста давайте на собственную платформу смотрите 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 у меня банально на Яндексе на их серверах сейчас трудится мудр он мой он брендирован под меня я никому ничего не знаю я сейчас банально использую вот в этой части как кости вот и меня это в принципе устраивает да то есть в этой связке которая там есть она меня устраивает это все меня устраивает поэтому то что касается ДПО я без проблем в рамках своего мудла отдаю это на Яндекс почему потому что уровень безопасности будет плюс-минус один и тот же вот а выгода которую я смогу получать непонят поэтому я возвращаюсь единственная ремарка да вузы из моих наблюдений и как рекоменеджер Microsoft и как собственно говоря дважды проректоров по IT разных вузов оно сводится к тому что у вузов нет другого пути кроме как активно использовать онлайн сервисы для построения своей инфраструктуры почему потому что у нас нету с вами одного конкурентоспособных зарплат для IT персонала все пока мы соответственно не сможем платить конкурентоспособные зарплаты для IT персоналу мы не сможем нормально поддерживать это как бизнес сервис все спорьте то что происходило с улайн почты и так далее ну я дальше буду говорить спасибо спасибо коллеги добрый день меня осталось меня зовут Михаил по имени Майя Войтка я в облаке делаю партнерскую программу для разных компаний системных интеграторов компаний разработчиков мне осталось совсем мало времени и поэтому я немножко сокращу свой блок краткие итоги что мы уже с вами обсудили наша основная идея была в том что для того чтобы создать интересный технологический продукт для образовательного сегмента лучше выбирать платформу и строить на базе ее кубиков ее составных частей свои собственные сервисы свои собственные продукты Алексей в своем докладе проиллюстрировал какие именно сервисы могут быть в конкретном вузе и в конкретном применении что сейчас мы предлагаем сделать вместе с вами я немножко пропущу здесь теорию я хотел рассказать о том как правильно создается информационный продукт какие шаги проходят в том числе компания Яндекс для того чтобы это сделать как проводится опрос пользователей как строить минимальное ценностное предложение по вашему продукту из чего состоит MVP как он делается я сейчас буквально в двух словах расскажу какие реальные сценарии сейчас на текущий момент могут быть у вас в компании на базе нашей платформы и предложу вам небольшое творческое задание для того чтобы разыграть вот эти самые гранты о которых мы уже говорили мы попросим вас придумать такой сервис задизайнить немножко пофантазировать и придумать такой сервис который сможет платформу Яндекс.Облако у вас качество базовое для ваших компонентов применить немного полистаю вот очень кратко расскажу про ключевой сценарий то что мы прямо сейчас видим у наших пользователей в том числе у маленьких пользователей здесь был вопрос на небольшое образовательное учреждение самый простой самый базовый сценарий который хорошо и понятно зайдет для небольшой компании небольшого образовательного проекта это история с веб-сайтами мы сейчас полностью готовы для того чтобы размещать веб-сайт на популярных платформах у нас это с технологической точки зрения может представлять собой если там немножко окунуться в технологии это веб-сервис который работает на базе виртуальных машин использует активно утилизирует хранилище для файлов это могут быть фотографии это могут быть видеоматериалы любая учебная среда может как веб-сервис быть развернуто это как ваш публичный веб-сайт так и ваши обучающие системы находящиеся на вебе работающие по модели клиент-сервер на веб-сервисах это один из самых популярных сейчас сценариев в том числе для таких такого сегмента как ваш вторая история мы в принципе постепенно начинаем переносить продакшен мощности внутренних систем наших заказчиков совершенно верно был здесь указан вопрос по поводу интернета по поводу полосы пропускания до наших дата-центров со своей стороны мы обеспечиваем достаточно высокую скорость у нас одна из самых лучших сетевых связанностей среди провайдеров в России вообще у нас есть стыки с ключевыми сетевыми игроками в России с Ростелекомом с Билайном и так далее поэтому вопрос на скорости последней мили на вашей стороне он конечно важный мы готовы в этом плане помогать просчитывать прогнозировать этот трафик и помочь эти системы перенести что это может быть это могут быть учетные системы это могут быть системы связанные с учетом пользователей каких-то ну самый тривиальный пример у нас достаточно часто пользователи размещают 1С блок 1С бухгалтерия 1С предприятия зарплаты управления персоналом и так далее но это не последняя история это не единственная это и системы электронной почты которые могут быть тоже у нас поддержаны ну и так далее то есть это весь внутренний степ следующий сценарий это штука когда вы хотите что-то быстро попробовать заплатить за это совсем чуть-чуть и выключить потом потому что не знаете взлетит это или не взлетит то есть точка для экспериментов это тоже облако например у вас начинается какой-то образовательный лагерь и вы хотите всем выдать ресурсы ну там сейчас модно говорить хакатоны вот вы проводите хакатоны вы хотите студентам выделить по кусочку площади для того чтобы они не сломали чего-то в вашей боевой инфраструктуре а сделали что-то и это потом благополучно свести и забыть об этом потратить на это немного то есть площадка для быстрого эксперимента это тоже облако на текущий момент скорее всего у вас такие задачи могут быть ну и самая интересная история Алексей немножко об этом упоминал когда вы можете взять какой-то готовый компонент и встроить его к себе что это за компоненты могут быть ну тут немножко технологического хардкора я вовсе не ожидаю что вы все знаете эти термины и готовы там в них разобраться но как раз наша задача в том чтобы вам об этом рассказать пояснить помочь с архитектурой помочь с сценарием использования ну например вот с правой стороны есть набор сервисов по машинной аналитике по машинному обучению по искусственному интеллекту что у нас сейчас в портфеле есть сервис который олег о нем говорил сервис который преобразует текст в голос и в обратную сторону звук разбирает на текст называется сервис скачки как его встроить к себе воспользоваться API нашим передать какой-то звуковой файл получить расшифровку или наоборот синтезировать некий голос следующая история достаточно популярный сервис один из достаточно таких старых у нас в облаке и вообще в яндексе это сервис перевода translate API так называемый ты ему передаешь тоже через API набор текста он тебе возвращает переведенный текст причем в этом смысле минутка рекламы мы по языковым парам русским с русским языком связаны лучшее наверное в мире по языковым парам с европейскими языками находимся не хуже чем ряд гугловых сервисов в этом же направлении тоже можно к себе встроить как это может быть в реальность у вас есть система в которой нужен небольшой модуль по переводу например у нас есть комментарии на сайте на форуме на другие языки например отзывов которые пишут пользователи вот ваши там студенты это как раз сюда ну достаточно большой обширный портфель я не буду сейчас про все рассказывать хочется там переключиться скорее с вами творческому заданию и что мы сейчас вам предложим вы в аудитории находитесь как представители своих вузов своих учебных центров своих образовательных учреждений кто-то есть в одиночку кто-то есть парами можно в паре поработать можно индивидуально история следующая вы все владельцы своих цифровых продуктов и что мы предлагаем вам сейчас сделать мы предлагаем вам придумать какой-то сервис или возможно рассказать о своем уже имеющемся сервисе который у вас есть который может в свой состав встроить сервис ядекс облака можно задавать нам вопросы что из этого есть мы с вами готовы на эту тему подумать совместно да уже можно уже можно у нас сейчас без без десяти четыре ну давайте там десять минут на задание и защиту а можно прокомментировать скорее всего если будет больше кто готов рассказать то очевидно потом будем голосованием все верно здесь здесь я примерно так и накидал то есть мы с помощью активных пользователей активных участников определим с помощью голосования и трем активным участникам подарим с лучшими идеями подарим наши страны хотелось бы чтобы вы следовали определенной структуре но я понимаю что время ограничено и хотелось бы просто послушать какие идеи у вас есть какие из наших сервисов вы готовы имплементировать ставить строить к себе ваш собственный образовательный сервис этой структуры можно придерживаться но с учетом ограниченности времени не обязательно прописывать каждый из пунктов да мы можем говорить давайте немного потратим времени большая просьба кто готов прямо написать на листах клипчарта у нас расставлены листы взять маркеры и на листах клипчарта написать свое название вуза здесь нет вот там потом и коллеги сюда придут и будут продолжать писать нового начальника можно